Перед началом нашего видео не забудьте подписаться на канал моего друга Злобного Мишку. Там вы найдете много интересных прохождений разных игр, в том числе Мир Южского периода, который выходит сейчас каждый день. Ребятки, всем привет! С вами Александр. И стоит сказать, дом, родной дом. Никто, правда, не встречает торжественной надписью Линка Топ, но у меня тут есть, смотрите... Так, у меня вот есть вот такая вот прекрасная аллейка, которую я начал строить. Ну, больше ни на что у меня сил не хватило перестроить этот парк, сделать из него что-то красивое. Все никак не хватает сил и времени. Так, у нас есть парочка торжественных моментов. Во-первых, ура! Прошла неделя, я таки высидел Акантостегу. И у меня закончилось место. Шикарно. Так, давайте сейчас мы кого-то отсюда переместим. Так, ты у нас кто? Вот тебя давайте, давай переместим. Вот так. А Кантостегу сейчас мы найдем. Вот ты. Нет, тебе не сюда. Тебе к амфибиям. Та-дам! Так. Давайте теперь ее мы рассмотрим. Ну, так как это головастик переросток. Давайте сейчас ее сразу покормим. Так, и давайте прочитаем, что нам сейчас дают. Акантостега является одним из первых хордовых животных, развивших конечности. Так, это означает, что они являются важным шагом в развитии отводных животных к наземным. То есть, хордовых. Хорда это примитивный позвоночник. Вот так вот. В общем-то, ну, как я и сказал, головастик. Бесхребетный головастик. Так, но это еще не все, ребятки. Так, мы же у меня в гостях. У меня в гостях. У меня дома. Нам нужно сделать своего гибрида. Нажимаем слияние. Ну, правда, будет он всего лишь первого уровня пока что. А он и так зачетно выглядит. Да, у нас опять некуда его разместить. Так, сейчас кого-то надо убрать. Какого-то вот гуань луня. Вот туда. Так. А тебя разместить. Ну, в принципе, можно и туда разместить. Там тоже ты гармонично впишешься. Вместе с ледонами будет. Давайте мы сделаем вот такой вот зумчик. И качнем. Вот такой вот. Ну, такой слабачок. На уровне Тирекса, наверное, он сейчас окажется. Давайте сейчас сразу это мы проверим. Так. Так, что это дальше крутим? Где-то... Вот он. Находится здесь. То есть, рядом с Таникологреусом. В принципе, что, давайте-давайте сейчас и сразимся нашими животинками. Давайте Таникологреуса возьмем. Если у нас здесь рядом, потом Эудиморфодона возьмем и Пахи Голазаврика возьмем. Погнали. Так, кто там против нас? Против нас... Тот, кто очень больно бьется, это Тали Космил. То есть, я его за два удара зафигарю. Ну и он меня за два удара. Как нифиги делать? А вот это уже нехорошо. А вот это хорошо. На один. Это плохо. Для него плохо. Раз, два. Блин, три, четыре. И кто еще, наверное, не пробил? Нет, пробил. Но обидно получилось. Обидно. Потратил лишние баллы, ребята. Так, надеюсь, Моя по... Пахи Голазаври сразится с Супрано-Титаном. На пять. По-моему, это все баллы, что у него были. Эуди Морфа Дончик, давай мой. Давай, порви этого не до Дарвиноптера. Раз, два. Три, четыре. Ух, слава богу. А то, опять, не посчитал, был ли у него балл не было. Это не важно. Мы сейчас победим. Победи. Твой последний шанс. На три. Не пробил. От этого немощно. Я думал, он, ну, если заберет ее Диморфа Дону, но мы на все восемь могли бы проатаковать. А так, увы и ах, придется атаковать всего лишь на семь баллов. Ну, чистый все. Порви его. Рексик. Так, надо его как-то, как-то ему имя придумать. Рексик нет. Пуфик. Не знаю. Надо подумать. Надо ему, ребята, какое-то имя придумать. Пуфик. Так, это мы закрываем. Так, идем. Ну, бывает. Вылетело, ребята. Так, сейчас мы пойдем и нашу амфибику обкатаем. Посмотрим, сколько стоит, чтобы освободить нашего мега-динозавра. Ну, пахи-галазавр. Чет мне не нравится. Ну, совсем уж на пахи-динозавр. Пахи-цефалазавр. И еще на кого-то там похоже. Да, кстати, у нас появилась, да, Келенкин. Я и про него еще рассказывал, когда делал видео по прокачке фаравакса. Что Келенкин является самой крупной террор-птицей, ужасной птицей. Так, Марковская СУ... Так, время турниров каждые выходные в течение всего марта. Так, это же у нас уже был один турнир. То есть, следующий турнир у нас будет на эрльфозавра. Вот у нас один был, второй. А, третий, четвертый. А, у нас уже все это было, остался один. На эти... То есть, в пятницу появится у нас новый турнир. Отлично. Так, ну, про Келенкин она сказала, что это самая крупная террор-птица. Ну, вот эти вот все фараксовые, Келенкин, короче, это все эти террор-птицы, которые пришли с Южной Америки в Северную и потом вымерли. Кошачьи, короче, их добили. А они в свое время ели лошадей. Ну, лошадки просто были тогда маленькие, как собаки. Так. Так, 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 так. Ничего интересного нам здесь не предлагают. Давайте сейчас посмотрим, какие у нас статы у нашей амфибики. 400 на 266. У-у-у-у, ребята. Это мы долго будем ее искать. так, смотрим-смотрим. Пахигалазавр 100 баксов. Думаю, мы освободим его после того, как сейчас найдем 400 на 200. так, ну, где-то здесь будет. Смотрите, здесь у нас сколько амфибии и микропозавры, и эриопс. 266 удар. Вот. Вот находится наша амфибия. То есть это, если взять Супрано-Титан, амфибия и Офиакодок, допустим. Так, Рексик и там микропозаврик. Смотрите, они очень похожи с Рексом 1-й и 11-й. 266. Смогу ли я его пробить или нет? Не знаю. Рядом где-то. Блин, это эпик. Это эпик. Он сейчас меня на 2 атакует и все. Но я его тоже. про атакую всего лишь на 1. Ну, все не так уж плохо. Так, три удара, три удара. Давай подменяйся. Очень слабо атакует. Давайте Терекса сидим с Офиакодоном. Раз-два. Раз-два. Давненько я не сражался с Офиакодоном. Очень давно. Так, похери назад. Одерживаем победу. Отлично. И давайте еще тогда сделаем боёчек. Ух ты, бесплатненько. Освободите дончика своего можно. Потратим целых 100 баксов. Я, ребята, очень экономный. Так. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так, допустим, взять мамонта. Ну, не знаю, взял, что попало. 400-400-500. Ну, не буду атаковать, потому что за два удара чистых я его пробиваю, а вот... За один плюс один не А. Не знаю, я такую фигню какую-то сейчас делаю, не спрашивайте. Я даже сам не знаю, что я делаю. Ух ты, прикольно получилось. Ха-ха, анкела завалил. Спахигалазавра. Амфибия травоядного, травоядный хищник. А все шиворот-навыворот происходит. Так, моя жапка против гигантского крокодила. Вообще, вот так сделаем. Молодец. Так, у него по нулям, два удара и хана. Ну, там можно вообще не защищаться от степной фараракс против мамонта. А, ну, Гастордис, Гастордис, Фараракс, Келенкин. Одна малина. Мамонт наступит и не заметит. Мамонт наступит. Мамонт наступит. Вот так вот, ребятки. В общем-то, это то, что я сегодня вам хотел показать. Не забудьте поставить пальчик вверх. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok